Всем привет, с вами Александр Рогачёв. Сегодня предлагаю послушать забавную историю. Недавно позвонил мне один из многочисленных навязчивых рекламных агентов и предложил поговорить про биткоин. Я включил дурака и сказал про битховена, конечно, давайте поговорим. К сожалению, диалог записан не с самого начала, но поверьте, это начало. Слушайте обязательно до конца. В миноре вроде написано. Девятое, если вы про девятую говорите. Ну, не суть, не сутью. Мы же не об этом с вами говорим, да, вы прекрасно понимаете. Слушайте, разве она в ре миноре, по-моему, она в соль миноре. Что за? По-моему, она в соль миноре. Не-не-не, сейчас вот смотрите, даже проверю, даже проверю. Не-не, ре минор, ре минор. Ре минор? Да. Да-да, ре минор. Ре минор. А у нас биткоин обычно в мажоре. А ну, в этот месяц, этот год вообще что-то в миноре постоянно. Слушайте, а правда ре минор? Ну, джи. А я что-то не задумывался. Да. Прикольно. Ну, вот, видите. Оказывается, вот всю жизнь думаешь, что оно как-то есть вот так, да, а потом оказывается ре минор. Бывает же такое в жизни, да, вот очевидные вещи вроде перед глазами, а там ре минор. Да, слушайте, а хорошая она есть. Мне нравится, что мне. Да. Такая удобная. Да, слушайте, а знаете, знаете, что еще скажу? Вот прям, прям смотрю, смотрю, заглядываю через вам через телефон, да, и говорит мне, что у вас iPhone, да, по iPhone говорите. iPhone? А что iPhone? iPhone, да? Ну да. Угадал? Да. Вот, смотрите как. А еще вам не больше 25 лет. Тоже угадал, да? Да. Вот, видите, какое прорицательное немножко. Ну, а вот, я так понимаю, про Бетховена вы знаете, так как у вас какое-то музыкальное образование было раньше, ну, может быть, в музыкальной школе, училище, учились, да? А вы откуда знаете про ре минор? У вас тоже музыкальное образование? Да, да. Да, да. Немножко понимаю. Да. Когда-то баловался, на клавишках играл. А какая параллельная тональность ре минора, а? О, ну, это вы уже спросили совсем далеко. Это было так давно, что я уже не помню. Ну, это элементарно же, элементарная задачка. Да? Параллельная тональность ре минора. Ну. Наверное, наверное, соль мажор? Нет, ну сколько, сколько знаков в ре миноре? О, началось. Ну, мы же с вами не об этом говорим, правда? Ну, как же, мы о Бетховене говорим, а если Бетховен, 9 симфония, ре минор, то как же. Это важно очень. Важно. Я понял. А у вас, я так понимаю, сейчас вот просто очень много времени, чтобы разговаривать про минор, да? Ну, в другом бы случае мы просто бы с вами сейчас не общались. Про минор я могу много говорить. В миноре вообще хорошо пишется. А про мажор? В миноре хорошо пишется музыка, она легко пишется в миноре. Ага. А у вас как вообще жизнь с преимуществом? В мажоре или в миноре? Мне кажется, вообще, вот, российский менталитет, он больше в миноре. Он как бы, мы больше в миноре склон. Да, да, у нас такой минорный-минорный. Прямо до глубины костей. Да, у нас очень мелодика развитого народа. И она вот такая вот, ну, как бы печальная, грустная, да? Вспомните колыбельные русские народные. Они же все в миноре. Это ближе, ближе нашей душе. То есть минорный тональный, в ней легче пишется. Легче пишется, да? Да. Думайте. Да, я очень люблю минор. Не знаю, мне он ближе. Я вот не знаю, как вам? Мне, наверное, ну, тоже минор немножко ближе, но хотелось бы вот так, чтобы был баланс, да? Минора с мажором в жизни. Не, ну, это само собой. Жизнь-то это вообще полоса белая, полоса черная. Она же всегда, она же меняется постоянно. Не бывает такого, что все плохо постоянно, что в миноре все. И смотрите, девятую симфонию. Она не белая и не черная, вот вы лично в моем представлении. И на моем представлении она вот все время серая. Да, просто есть оттенки серого. Не, ну, смотрите, давайте вернемся к девятой симфонии. Давайте к девятой симфонии. Нет, нет, подождите, девятую симфонию мы уже прошли, а вот линии жизни это интересная тема. Просто вот вы же понимаете, что черная полоса это по сути уже все. А в жизни не бывает безвыходной ситуации. То есть если уже черная полоса, то вы скорее уже или в гробу, или вас кремировали. Ну, а там жизни нет, как говорят нам, да? Хотя может и есть, но мы этого не узнаем. Ну, если узнаем, то чуть-чуть попозже. Надеюсь, не скоро. Не, ну, подождите, вы же говорите, что минор, он все уже до конца, в гроб, да? Нет, а вот девятую симфонию взять, она про миноре написана, но там переход в мажор, отдых, радости, она же в мажоре. Вот посмотрите, она не в миноре, она в мажоре. Так я же здесь, смотрите, а минор, минор, это же не черная, да? Поэтому я вам говорю, что в принципе все серое. Есть только оттенки, где-то больше к черному, да, где-то больше к белому. К белому это и есть наш мажор. Почему, почему же вот так радости, да? Начали с минора, закончили мажором. У вас же не всегда настроение преимущественно плохое или хорошее. Оно постоянно меняется. А если взять женщин, так это вообще, постоянно, то туда, то сюда, на месте не стоит ничего. Согласны? Женщины это святое. Как женщину повернешь, так и она и вернется. Да, и с ними плохо, и без них вообще не вариант. Правда? Да, женщины, имя тебе вероломство. Кто сказал, а? Я вчера вечером с твоей жене. Ну первый-то кто сказал? Нет, ну первый сказал, наверное, мой отец. Нет, если у вас, ваш отец был Шекспир, то тогда мне очень приятно с вами разговаривать. Для меня это большая честь. Нет, вы знаете, ну я прекрасно понимаю, что это сказал Шекспир, но скорее всего, такие даже истинные, они родились задолго, еще до времен Шекспирские. А вообще, дети цветы жизни. Если уж копать дальше. А вы с этими цветами уже понюхали нектар, так сказать? Да, по мне нектар плывет сейчас, стекает. По мне нектар стекает в данный момент, понимаете? Я его ощущаю всеми фибрами своей души и тела. Ага, а взрослый же ребенок? Вот он ходит прям по мне. Топчет, топчет меня в минуту. Затаптывает. Ну вот это классно, что вот это такое позитивное мышление. Да. Это очень в жизни помогает. Да, дети цветы и жизни. А вы, я ж не понимаю, там кормить ребенка, это надо еще работать, да? Да. Ну, работа, это все прах. Ну, так, чисто предполагаю. Это праксу и так все, понимаете? Надо жить, спешить жить. Жить надо спешить. Работа. Люди работают, всю жизнь работают, карьеру строят, разбогатеть хотят. А жизнь-то проходит. Да? Нет, я стараюсь жить по полной. По полной? Ведь никто не знает, сколько отведено в жизни. Ведь смерть, как Айжин спишь. Тем более, сколько вам лично отведено, но это даже вы не знаете. Скорее всего, даже Бог, если он и есть, он этого тоже не знает. Правда? Ну, это уж мы не знаем, что знает Бог. Мы только знаем, что в симфонии номер 9 написано в ре миноре. Да, Бог с ней, то есть симфонии номер 9, которая в ре миноре написана. Ну, может, про битхоин. Там, наверное, уже в гробу перевернулся 20 раз. Ну, сколько его в день вспоминают. Это ж на сколько нам с вами сейчас нечего делать, да, что мы уже 10 минут с вами говорим ни о чем. Значит, время у вас есть, да? То есть, в принципе, и на серьезную тему тоже можем поговорить, да? Ну, битхоин, у меня всегда есть время. Я с удовольствием про битхоин поговорю. Ну, ну, я понял. Это хорошо. О нем я готов тут говорить часами. Ну, давайте тогда про его наследие поговорим. Про его наследие. Не только единым ре минором славен битхоин, да? Есть еще и вот такой подражатель, которого зовут битхоин. Да, и он как бы только в дыкве существует. Понятно. Подражателей я не люблю. Надо что-то свое всегда рождать, понимаете? Не надо копировать ни с кого. Надо свое, свое. С Альери вы резко презираете, да? С Альери, нет у него хорошая музыка, кстати. Почему? Почему его презирать? За что? За то, что Пушкин написал про него плохо. Ну, это же неправда. Это же все выдумки. Понимаете? А народ подхватил. Подхватил это и все. И С Альери теперь проклятый человек просто, проклинаемый всеми. Ну, за что? У него же хорошая музыка была. Вы слушали С Альери когда-нибудь? У него замечательная, замечательная, гениальная музыка. Давай, что? Вот, устами младенца, между прочим. А если серьезно? Если серьезно, вообще, конечно, у Моцарта, ну, Моцарт, он, конечно, более яркий композитор. Ну, потому что, соответственно, да, он пять лет написал симфонию. Это понятно все. Ну, и он как бы в мировую классику вошел. Как один из основополагателей, основатель венской школы музыки. То есть классицизм, конечно, пошел непосредственно с Моцарта, с Гайдена. Да, потом уже Битхойн это подхватил уже ближе к романтизму. Конечно. Нет, я с вами не спорю. Не спорю, не спорю. Но Сальери, я не знаю, за что его трогать, ну, Пушкин просто прикололся. Ну, прикололся. Ну, если так вот откровенно говорить, ну, прикололся. Пушкин и вот Сальери, ну, надо было кого-то вот, народ, злодея взять. Но он Сальери взял. Не очень известный у кого-нибудь. Ну, кстати, Сальери был в свое время очень известен. Между прочим. Это он до наших дней не очень так дошел. И вот как злодеи запомнили все. Эх, жаль. Как только звонил. Охрен. Охрен. Про Бетховена хотел поговорить? Серьезно? Говорит, биткоин у него есть подражатель.